Всех приветствую на моем канале. Сегодня я вам приготовила еще один сюжет, который мы можем использовать в качестве новогодней открытки. У нас будет елочная игрушка в виде старинных часов. И мы с вами научимся передавать эффект золота акварелью. Надеюсь, сюжет вам нравится. Берем краски, кисточки и начинаем творить и рисовать в удовольствие. Для начала уделим внимание нашим материалам, которые нам понадобятся. Нам понадобится акварельная бумага формата А6, либо А5. Может быть целлюлоза, может быть хлопок, может быть 50% хлопка, 50% целлюлозы. Акварельные краски достаточно будет 12 цветов, стандартные. Также карандаш, пластик, клячка и кисти. Можно взять среднего размера, четверку, пятерку. Также какую-нибудь тоненькую, единичку, двойку, либо тройку. Главное, чтобы кисть держала влагу и имела тонкий кончик. Нам сегодня понадобится пририсовывать очень много мелких деталей. Давайте приступим к построению. Для того, чтобы нарисовать часы, мы можем поступить несколькими способами. Первый вариант. Вы можете взять подручные средства циркулем и нарисовать их циркулем. Можно взять любой круглый предмет и отвести его. Я буду делать построение от руки. Сейчас я намечу, где будут располагаться часы. Я отступаю одну треть от нижнего края листа и делаю засечки. Приблизительно вот здесь, верхняя и нижняя границы часов. Снизу я отступила немного побольше. Плюс-минус. В общем, у меня где-то они посередине находятся. Одна треть, одна треть, одна треть. И откладываю такое же расстояние, такое же расстояние, это высоту часов в стороны. Я делаю к левому краю ближе расположение и чуть-чуть подальше от правого края. Это граница часов. Можно отметить серединку, она нам понадобится. Проверяю, правильно ли я отметила. Да, у меня четко серединка получилась. И от руки я начинаю прорисовывать границы часов. В принципе, можно брать вот это расстояние и отмерять с разных сторон. Так. По диагонали. Чтобы часы были ровные. Я здесь немножко сошла. И соединяем наши точки. Уточняю форму. Делаю ее более ровной. Лишние линии убираю. Для того, чтобы сделать у резинки острый край, я возьму и разрежу ножом. И теперь мне будет легче стереть ненужные линии. Потом можно будет пройтись клячкой и уменьшить контрастность линий. Теперь нам нужно нарисовать еще один круг внутренний. Часы у нас будут золотые. Также можно отмерять расстояние от центра, либо от центра, либо от внешней границы. Одинаковое расстояние. Я сделаю засечки на глаз. Затем... 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 делаю крепление на который будет держаться подвешено подвешены будут наши часы рисую крепления так вот здесь в центр у нас форма крепления нет такие выступы таким образом принципе можно сделать на расширение немножко к основанию и сама эта штучка на которую подвешена нитка нитка либо цепочка можно кстати цепочку нарисовать цепочку на состоит из звеньев и поэтому я делаю имитацию этих звеньев чуть широко я взяла здесь по уже надо взять этот угол он поострее получается чем я нарисовала в первом варианте вот здесь у нас будут крепиться стрелки наших часов у меня не совсем круглые часы возможно даже в этом будет их очарование смотрим на часах можно изобразить какой-нибудь сюжет например лакончики либо растительности новогоднюю давайте изобразим вот в этой части колокольчики у меня формат листа маленький поэтому будет немного сложно их нарисовать так первый колокольчик так давайте сначала цифры наметим а потом уже мелкие детали так здесь у нас будет 12 часов здесь будет 6 часов здесь 9 приблизительно на глаз отмеряем равные расстояния например линия вверх и линия влево образуют прямой угол этот угол мы можем разделить на пополам и на одинаковых расстояниях отложить десятку и 10 и 11 и так же поступаем с каждым углом здесь будет единичка здесь и двойка при этом вот эти цифры мы можем изображать крупнее промежуточные помельче пятерка 8 есть у моих уже нарисуем и красивее и можно изобразить какой-нибудь сюжет так колокольчики я скорее всего немножко приподниму вот делаю их отсюда один колокольчик будет здесь немножко вот у меня на цифры заходить весело сама форма колокол и звонящий вот эту часть и и рядом рисую второй колокольчик его я нарисую немножко крупнее и и и Здесь можно добавить листья, растительность, характерность для зимнего периода в разных странах. Можно нарисовать ленточку, здесь у нас будет на заднем плане ветки ёлки, их можно намечать, а можно не намечать. Надпись с Новым годом, либо Рождество можно будет разместить вот в этой части, с Новым годом. К примеру, я посмотрю, буду я это делать или нет, но вот этот участок у нас как раз оставлен под надпись. И добавим еще стрелки, мы их не разместили. Стрелки давайте сделаем в следующем направлении. Основные стрелки мы будем прорисовывать уже в цвете и когда работа вся у нас просохнет. Сейчас мы можем наметить линии, где они у нас будут располагаться. Вы можете их нарисовать от руки, можно нарисовать по линейке. Возьму клячку и пройдусь немного ей, чтобы ослабить рисунок. Теперь приступаем непосредственно к рисованию. Предлагаю сначала покрыть цветом циферблат наших часов. Для этого возьмем охру, можно взять немножко, самую малость зеленого туда и кадми-оранжевого. Такой охристый оттенок у нас получается. И покрываем часы этим цветом. Стараемся цвет покрыть цветом, чтобы концентрация пигмента была разная. Где-то насыщеннее, где-то светлее. У краев может быть потемнее цвет. Можно взять немного коричневатый оттенок и чуть-чуть пройтись. Цвет размываем, чтобы не было резких переходов. Можно сделать сюда набросок, например, взять немного карминовый и сделать набросок, но не сильно. Натромарина. Таким образом мы придаем эффект старины часам. И переходим к этой металлической части наших часов. Если у вас есть неаполитанская желтая, можно воспользоваться ей. Если неаполитанской желтой нету, то мы можем взять кадми-лимонный, это желтая, такая холодного оттенка. И кадми-лимонный желтый, это желтый теплого оттенка. И местами проходим с этим цветом. Проходим. Свет у нас падает слева. И оставляем белые незакрашенные участки. Добавляем кухру. Тут главное сделать переход от желтого к кухре. Это у нас будет первый слой. Так. Где-то цвет, где-то у нас есть блики, где-то цвет более теней, где-то расслабленный. Если краска вышла на циферблат, можно добавить воды и цвет растянуть. Далее подмешиваем к кухре. Оттенки будем мешать. Добавляем либо зеленый, либо красный. Местами мы добавляем к кухре зеленый. У нас такой отлив получается. И проходим все этим цветом. Главное, чтобы цвет перетекал один и другой. Добавляем красный кухре. И в каких-то местах добавляем этот цвет. Можно делать переходами. Где-то у нас красноватый оттенок. Где-то больше коричневого. Цвет темнее у нас будет с внешнего края. Где-то цветнее ухо. Где-то добавляем зеленоватый. И размываем. Как и в предыдущих работах, можно немножко цвет выпустить. Тем самым мы делаем границы не такими жесткими. Здесь вот ухо побольше зеленым. Если вдруг закрасили место, где у нас блики, то потом можно будет добавить блик белой гуашьи. Оставляю это место просыхать. Сейчас перехожу к креплению. Крепление у нас тоже золотистое. Также тут используем желтый, охру. В смеси с зеленым и с красным. То есть где у нас в тень уходит наше крепление. Там больше зеленого и красного добавляем. Вот этот край подправленный. Крепление с зеленым и красным. И далее вот эта часть у нас тоже золотистая. Та, которая ближе к нам, она ярко-желтая, такая ярко-желтая, охрустая. А задняя часть, она будет темная. Можем смешать зеленый с красным. Получится темно-коричневый. Здесь утемнение мы сделаем потом. Пока можем перейти к нашему фону. Часы у нас висят на елке. Следовательно, берем зеленый. И проходим. Так, вот здесь вот аккуратно. Если у вас есть маскирующая жидкость, то вот здесь можно было ей воспользоваться. Я аккуратно обойду нашу цепочку. В этом цепочку, в принципе, частично ее можно... Она может быть видна, а частично ее может быть не видно. И цвета вмешаю. Зеленый там с красным. Получается коричневатый оттенок. Также могу смешать зеленый с синим, с ультрамарином. Будет синеватый холодный оттенок. Аккуратно здесь подходим. Вишнюю смываем. Подождем, когда эта часть вся просохнет и переходим дальше к рисунку. Далее прорисуем, уточним вот эту форму нашу и перейдем к центральной части. На краях вот здесь вот цвет будет темнее. Для этого мы мешаем. Для этого мы мешаем красный с зеленым. И цвет я размываю вот таким способом. Делаю плавный переход. Где-то у нас с зеленоватым оттенком. Где-то можно сделать с бородовым. И так проходимся по всему периметру. Где-то по коричневый цвет идет у нас. Так отсюда у нас будет свет падать. И эта часть будет немножко светлее, чем фон. Здесь полный переход сделаю. Смесь охра с красным, либо охра с зеленым. Можно взять лимонный, либо неполитанскую желтую. И местами добавить насыщенность желтого. Где я немножко вылезла, я здесь размываю. Темным цветом, который у нас был намешан охра с красным. Я вот здесь делаю углубление. Немножко подниму. И подмешаю зеленый и добавлю сюда. Мы сделали наше крепление объемнее. Так, вот здесь вот тоже пройдемся. Желтой, либо неаполитанской. И темно-коричневым, зеленым с красным смесью. Добавим тени. Потом пройдемся там же белой краской. Здесь цвет можно чуть-чуть усилить на циферблате. Смотрите, как у вас есть необходимость усиливать цвет или нет. Если нет, то не делаем. Я у себя немного делаю по насыщению. И будем переходить колокольчиком. Колокольчики у нас будут зеленоватые. Сначала, конечно, лучше взять цвет ненасыщенный. Я оставила белые участки, где у нас идут блики. И ждем, когда просохнет, чтобы можно было доработать. Еще добавлю красненькую. Добавлю. Когда эта часть высохнет, я добавлю тени и объемов придам. Блики у нас все сохранены. Вот блики колокольчиком. И ждем, когда вот эта часть просохнет. А пока можно приступить к фону, прорисовке фона. Я возьму кисть тоньше и начну вот с этого края. Намешаю изумрудную, ультрамарин. Можно взять зеленую с индиго. Но не у всех наборов есть. Поэтому мы смешиваем карминовую, индиго и ультрамарин. У нас получается темный оттенок. И в зависимости от концентрации того или иного оттенка смеси, какого-то больше, какого-то меньше, у нас уже меняется оттенок. Если мы добавляем больше зеленого, то у нас зелена получается оттенок. Если мы добавляем больше синего, то у нас синяло. Если больше карминовый, то красна. Вот эта часть у нас самая темная. нам надо здесь втянуть. Вот такими движениями мы делаем имитацию растительности ели. То есть вот эта часть мы оставляем светлой, а ближе к часам темной. Потом немножко подрисуем. И с вами можно взять и убрать лишнее. И все вокруг часов делаем темным оттенком. Нам нужно выделить часы, чтобы они у нас не терялись. Можно местами добавить больше синего. И вот эту часть размываем. И вот этот раз перемешиваем. Продолжение следует... 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 далее рисуем тень вот по этой крайней границе для этого мы намешаем красный с коричневым красный с охрой красный с зеленым главное что получился темный коричневатый оттенок можно немного добавить ультрамарина и здесь аккуратно пройти чтобы не была резкая граница я размываю и и и и и и и и и также тоненькая местами другого края при этом она может быть прерывистой или нам нужно показать что там идет плюс это составные части есть углубление где-то мы усиливаем далее я предлагаю нарисовать рельефную форму на часах для этого мы намешаем охру с бордовым ультрамарин можем добавить нам нужно нам надо чтобы получился на темный оттенок в принципе вот как мы здесь тем делали не прорисуем черточками придавая форму это у нас этот рисунок может делаем имитацию какого-то витиеватого рисунка вот здесь у нас будет тень можем сейчас утемнить либо потом мы можем соблюдать какой-то линии можем делать их хаотически главное чтоб визуально казалось и что там идет какой-то рельефный рисунок лучше его делать тонкой кистью вот здесь у нас будет еле-еле заметим то здесь больше воды меньше пигмента немножко сделаем и когда вот эта часть рисунка просохнет мы усилим еще тени пройдемся темным цветом он цепочки местами потом белым цветом выделим акценты сделаем утемнение накрепление предлагаю перейти фону и начать прорисовывать иголки ветки елки мешаем зеленый где-то добавляем красноватый оттенок где-то синий где-то изумрудный чтобы у нас смесь была разных оттенков начинаем прорисовывать где-то цвет у нас тут темнее но иголки не видно так явно рядом с часами вот здесь можно будет ещё утемнить мешаем все так же ультрамарин индика ультрамарин краплак и изумрудную оттенок должен быть темным чтобы на его фоне наши часы выделялись и особенно вот та часть которая идет ближе к часам она должна быть самое темное какие-то веточки мы потом прорисуем смесью белой и желтой я потом покажу как это сделать и так как вот здесь важно и цвет у нас растекается принципе ничего страшного что там не четкие у нас иголочки получаются а концу у них уже явно видны 3 2 7 7 8 9 9 10 10 19 20 20 21 21 22 подожду когда просохнет чтобы прорисовать некоторые места еще нарисуем наши цифры и стрелки для этого возьмем можно взять черный цвет можно его намешать и аккуратно будем рисовать цифры а можно в интернете посмотреть виды шрифтов и какие там цифры и срисовать оттуда можно просто как я нарисовать и мы можем сразу же нарисовать стрелки берем темный оттенок центр стрелок располагался мы рисуем изначальную часть основу первой стрелки придаем ей ведь его ту форму лучше конечно по линейке сделать чтобы было все аккуратно вот сейчас дорисую наши ветки намешаем темно-синий оттенок и сделаем усилием они явно читались кончиком кисти ветки делаем разнонаправленные иголки ветки эти мы с иголочками уже прорисовываем когда фон подсох иначе будет все растекаться делаем просто имитацию веток волок что они там есть рядом с цепочкой лучше таким вот образом делаем и и также мы сделаем светлые ветки для этого мы намешаем белый гуашь можно смешать желтым можно смешать зеленым сейчас покажу вот такой оттенок и местами некоторых местах делаем иголки светлым тоном именно тем куда падает свет мы предполагаем где он может чтобы вот эта задняя часть не была глухая темная если здесь не было бликов мы сделаем то можно взять белый цвет поставить блики там где они нам нужно также можно пройти по цепочки блик у нас здесь вот еще здесь самый яркий блик вот к этой части также можно сделать наброск белилами сделать имитацию снега таким образом и в завершении при желании я уже говорила в начале вот в этой части можно сделать надпись новым годом мы нарисовали нашу новогоднюю открытку и посмотрите какой итог у нас вышел вот такая рождественская новогодняя открытка я надеюсь вам понравилось рисовать со мной и видео было полезным ставьте лайк подписывайтесь на канал и впереди нас ждут другие не менее интересные сюжеты я желаю вам хорошего настроения и до новых встреч 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 Продолжение следует...